11 11 11 часов 6 минут медленно-медленно но включается все-таки микрофон видимо понедельник тоже влияет да немножко на нашу технику но ничего мы в эфире добрый день николай голиков владимир сметанин да приветствуем вас очень любопытная дать сегодня николай всемирный день информации сегодня это прям наш праздник и те кто работает поэту по эту сторону эфира и те кто слушают нас по ту сторону соответственно да те кто производит информацию те кто ее потребляет да ну как тут как тут не вспомнить с 29 статью конституции которая нам гарантирует собственно свободу мысли слова права на получение запрашивание информации так далее они допустим от недопустимости цензуры ну так что поработаем потираю руки сегодня да давайте анонсируем второй час в мужском понедельнике после 12.05 мы будем общаться на тему вектора развития бизнеса 2019 я бы сказал так на тему форума ох ты как хорошо я зашел а хорошо это получилось будем общаться на тему вектора на тему вектора да на тему вектора будем слушать на форуме да вот придет нам лев давидович шварцблат директор института бизнеса исполнительный директор лиги предпринимателей кировской области деловая вятка да это все после 12 часов ну а гости наш первого часа сразу же предлагаю их представить александр панов уполномоченный по правам человека в кировской области александр георгиевич добрый день добрый день добрый день и с нами артур абашев член общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания артур добрый день здравствуйте и тема нашего первого часа она собственно инициирована как раз таки артуром потому что в конце прошлой недели артур написал пост и Выложил его на всеобщее обозрение. Содержит как животных. В Кировском центре для мигрантов продолжают отказываться от приема пищи 10 человек. Да, в нашем городе есть такое заведение, если можно так выразиться. Это структура управления МВД по Кировской области. Называется Центр временного содержания иностранных граждан. Находится эта структура на улице Шинников 6А. Интересную справку дает Google. Google открыта сегодня с 8 до 5 часов вечера. И так до субботы и воскресенья. В субботу и воскресенье оно не работает. Такое ощущение, что может любой туда зайти и... А в субботу и воскресенье всех туда запускает. И содержаться так. Улица Шинников 6А. Собственно, было бы глупо сейчас пересказывать то, о чем написал Артур в своем тексте. Я сразу же хочу предупредить, что раз уж мы таким составом, здесь и уполномоченный по правам человека в Кировской области и член общественной наблюдательной комиссии. В общем, речь у нас пойдет на... То сказать, об обратной стороне. О том, что, на наш взгляд, нарушает права человека. Так ведь, Артур? Да, все верно. Все, давайте. Конкретная поездка туда, конкретный визит. Что было увидено и в чем проблематика заключается. Давайте начнем с того, что шум поднял, во-первых, не я, а сами люди, которые там находятся, содержатся. Ну, я говорил, что Артур написал. Написал, да. То есть, там люди объявили голодовку. И после этого многие, и прокуратура, и правозащитная организация, и комиссию МВД туда приезжали, разбирались. То есть, и я считаю, что именно... А как вообще вышла за пределы этого помещения информация об объявлении голодовки? У людей есть право пользоваться сотовыми телефонами, поэтому они позвонили, и ко мне звонили, и по полномоченному по правам человека звонили. То есть, у них контакты там есть? Да, то есть, телефоны есть, контакты там висят, они должны висеть по закону, это соблюдается. И они, соответственно, позвонили, рассказали об этом, после этого уже начались проверки. Артур, еще вот такой вопрос. Не очень многие, не многие понимают, люди, которые находятся в этом центре, у них каков вообще статус? Это кто? Статус, они, в принципе, практически свободные люди. То есть, они содержатся там не за совершение преступлений, они содержатся... Это просто помещение, где их должны содержать, чтобы пока дожидаются... Условно говоря, депортации, да? Потому что вынесено в отношении человека решение о нежелательности пребывания на территории России. После этого их помещают в это учреждение. Учреждение уже отправляет запрос в страну, в которую собираются депортировать. Те должны прислать свидетельство о возвращении на родину, оформить. Пока документы ходят, он находится там, да? Если у приставов есть деньги после того, как получено свидетельство о возвращении на родину, отправляют сразу. Если денег у приставов нет, то, соответственно, его могут держать еще непонятно сколько. То есть, свидетельство о возвращении на родину действительно один месяц. То есть, если у приставов в течение... Ну, они получили это свидетельство, в течение месяца денег у приставов не появилось. Соответственно, ее вынуждены снова, а человек все это время содержится. И все-таки... Попасть туда можно, ну, в основном, большая часть, это те, кто попадают после колонии за совершение тяжких и, ну, после того, как они отбыли наказание. Отбыли наказание уже на территории России, после этого они становятся как бы лицами нежелательными и говорят, что... Ну, кто совершил особо тяжкие преступления, да, но они уже отсидели свой срок. Они уже отсидели, то есть, наказание уже они... Но нам понимают, что это не только иностранные граждане, но и лица без гражданства. То есть, ну, была ситуация, допустим, как в 90-е, люди там совершали достаточно много преступлений, а родились на территории, допустим, Казахстана. Они с советским паспортом попали в колонию, отсидели там эти 20 лет, грубо говоря, освободились, а у них паспорт СССР. Родились в Казахстане. И они считаются лицами без гражданства, в итоге их помещают в этот же центр, они там содержатся, пока не придет ответ из Казахстана, что человек не гражданин Казахстана, и потом его отпускают. То есть, просто он дополнительно несколько месяцев еще проводит в этом учреждении. Александр Георгиевич, я вас хочу подключить как юриста. Я не могу все-таки осознать, понять, какой статус у этих людей. Они под арестом, не под арестом. Свобода у них, получается, ограничена. Да, ограничена. Это свой какой-то особый статус у них. Все те граждане, о которых, вот, и лица без гражданства, о которых Артур говорил, они действительно туда попадают не сами по себе, а есть определенные решения, в том числе судебные, которые определяют и сроки нахождения их там, и порядок, отправку, так сказать, на или на родину, или на страну исхода. Потому что, в принципе, если вот разбираться о правовой сути и правовом положении этих людей, они у каждого разные. Потому что там находятся люди, которые либо депортируются, которые либо реадмиссия, и в отношении которых принято решение о выдворении. У них разные правовые статусы. Но это, как бы, если разбираться досконально, это очень специфические термины. Вот, у нас, наверное, ни одна передача уйдет для того, чтобы понять, чем отличается реадмиссированный от выдворяемых и от депортируемых. Но для того, чтобы нашим слушателям было понятно и вам, да, это именно те люди, которые, вот, как Артур сказал, в отношении которых принято решение о нежелательности пребывания в России. И они не осуждены, да, они не совершили никакого преступления. Но в отношении их есть решение о нежелательности пребывания и об отправке, так вот будем говорить, в страну исхода, откуда они предположительно прибыли, или на родину, гражданство которой страны подтверждается. Вот, то есть они там находятся не просто так. И для того, чтобы исполнить эти решения, вот, существуют центры временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. А почему их нельзя, не знаю, под подписку, например, выпустить? Ну, пусть они вот ходят на свободе ежедневно, отмечаются, но при этом они не в четырех стенах, не там... Ну, простите, не... Такое ощущение, что... Ну, это уже вопрос законодательства. Ну, просто там смотришь комментарии в интернете, а почему они за наш счет, за наши налоги, за госсчет, вот там садят, их кормят и так далее. И давайте вот тоже еще... Это вот самое... Вот, на мой взгляд, да, вот уже в течение четырех лет я исполняю обязанности уполномоченного. И это, на мой взгляд, одна из самых незащищенных категорий граждан. Поскольку конкретных прописанных условий их содержания, вот четко очерченных, их практически нет. Отсюда вот эти все недопонимания и трактовки типовых положений. Понимаете, есть типовые положения, распорядка дня, условий содержания, и они трактуются разными должностными лицами, правозащитными организациями, общественниками, ну, на свое, как бы, усмотрение. И вот здесь вот... Типовое положение вы имеете... И СИЗО по этому положению, например, может работать? Нет, нет, нет. Там есть правила внутреннего распорядка, да, это правила внутреннего распорядка, которые, постановления правительства утверждены. А здесь тоже утверждены, но это типовое. То есть оно может меняться от тех условий, которые есть. Ну, вот поэтому я еще раз хочу сказать, что давайте вот, как бы, чуть-чуть, например, на 2-3 года вернемся назад. Вот наш центр, он рассчитан на 52 человека. И когда... И он входит в постоянную орбиту объектов постоянного наблюдения. Поэтому я там бываю и регулярно. Работники, сотрудники моего аппарата тоже регулярно бывают. Мы делаем обходы и самостоятельно, и с участием общественности. В том числе и по звонкам. И по звонкам, однозначно. Вами люди могут непосредственно обращаться. Непосредственно обращаться, да. И родственники, насколько я понимаю. И вот я вот тоже хочу сказать, что и у нас содержалось больше 50 человек. И лица, которые там содержались, они содержались даже больше года. И вот правозащитное сообщество, вот в том числе мои коллеги, уполномоченные в регионах, совместно с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, тоже предлагали свои рекомендации, которые частично были исполнены. Поэтому сейчас, а вот я сейчас вот скажу. В том числе и какие-то очерченные рамки, их там пребывание установили. Да, вот непосредственно я обращался в аппарат уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с тем, чтобы исключить длительное содержание в учреждении вот в этом и неопределенность времени, понимаете. Даже у самого закоренелого преступника есть начало срока и есть конец срока. Вот в отношении этих людей это было неопределено. Они там могли сидеть, ну я не знаю, до морковкиных заговень. Ну очень тяжело согласиться морально, не знаю. Просто в решении суда прописывается до депортации. До депортации. И вот, но сейчас... И сколько это продлится, непонятно. Но сейчас есть судебный контроль. То есть по определенному времени суд снова рассматривает эти вопросы. И бывает иногда и по нашим предложениям, и по предложению прокуратуры, и это вот Артур не даст соврать. Люди, которые отсидели более полугода и в отношении них не принято никакого решения, суд их просто отпускает. Он их отпускает. То есть такие случаи бывают, да? Да. А в чем тогда смысл содержания? Зачем полгода там держать и выпускать? Вот об этом смысл. Но это уже следующий этап. Мы хотя бы вот давайте вот на наших, вот так сказать, в наших условиях, да, на нашей территории мы определимся, чтобы там действительно люди... У многих есть и знакомые, и родственники, и даже семьи. Наверняка у нас прямой эфир, наверняка будут звонить там люди вот эти. Мы, по крайней мере, собираемся дозвониться до супруги одного из людей, который сейчас находится. Да. Значит, что еще, значит, было удовлетворено? Что в то время, когда эти центры находились в ведении УФМС, не было прописано вообще... Федеральные миграционные службы. Да, да, когда вот сейчас же они переданы... Ну, сейчас это миграционный отдел. Да, не было вообще прописано возможностей и прав на свидание. Сейчас это прописано. Не было оговорено возможности передач и телефонных переговоров. Мы тоже об этом говорили. Это тоже было прописано. Пусть не так конкретно, но это сейчас есть. Вот. И по поводу передач и вот до сих пор то, что не решено, есть возможность получения передач. Это те, у кого есть родственники, знакомые, или кто-то кого-то попросил. То есть они могут принести, что там не запрещенное. Да, вот касаясь вот той ситуации, которая развивалась, да. Многие, в том числе и мне, и Артуру говорили, что мы как бы не голодаем, у нас нет аппетита или нас не устраивает качество приготовления пищи. А возможность получить, например, какие-то продукты у лиц, у которых нет родственников, и которым не несут передачи, а у них есть деньги. Они не могут реализовать вот это право на выбор продуктов и для того, чтобы купить. То есть они просто не могут заказать, условно говоря. Они не могут заказать. Вот такого нет. Даже в местах лишения свободы есть определенные моменты. Есть магазины, да. Есть спецприемники, где содержатся административные правонарушения. И вот этот вопрос до сих пор не решен. Так, у нас небольшая сейчас пауза будет. Я надеюсь, что все уже вникли, да, о чем мы говорим. О ком, точнее, мы говорим. Да, я хочу сказать, что сейчас у нас заполнено 20-25 человек, и больше 6 месяцев никто не содержит. Давайте сейчас, Артур, до последам этого визита, после небольшого перерыва, сколько человек сидит, на что конкретные жалобы у них были, о чем мы услышали. Это все через полминуты. Продолжаем наше общение. Артур, ну что, вперед. Да, мы начали говорить о том, что шум-то поднялся из-за голодовки. А причины голодовки мы толком не озвучили. То есть причина-то была именно условия содержания, а основная это то, что запрещали свидания. У них даже на основе вот этих типового распорядка дня создан свой распорядок дня, в котором четко прописано с 10 до 12 время для приема передач и время для встреч-свиданий. То есть это четко прописано. Ежедневно, кроме выходных, да, наверное? Там в распорядке не прописано. То есть нет такого ограничения, что кроме выходных. То есть это опять же самодурство начальника, на мой взгляд. Кроме того, в законе, ну, немногочисленных даже в законе, в постановлении 13.06 правительства Российской Федерации четко прописано, что порядок передач, как это осуществляется, они должны передаваться в присутствии лица, который передает, ну, то есть пришел человек передать, в его присутствии передается уже человек, который поднялся. То есть, по-русски говоря, из рук в руки практически, да? Да, именно так. То есть сотрудники досматривают тут же при них и тут же передают. А в нашем случае как было? То есть они просто забирали по описи, потом просто заносили в камеру. То есть опять же нарушали постановление правительства. И сейчас, когда мы обратили на это внимание, уже, ну, они сказали, да, давайте так. Хотя это прямо прописано было. Они что, раньше, там три документа, которые регулируют деятельность этого ЦВСИК, что начальник не мог, ну, был в состоянии не прочитать эти требования, чтобы и соблюдать их. А почему? Вопрос, он больше, да, вот, дорогие коллеги, он такой риторический. Потому что, вот, я вам показал тот распорядок дня, я говорю, у вас в распорядке написано то, что вы предоставляете, обязаны предоставлять свидание. А этот же начальник, который подписал это распоряжение, он говорит, я не обязан это делать. Ну, то есть, ну, сейчас, я думаю, что и мы обратился, мы уже поправили. Мы именно к начальнику оперируем, это все и в его видении все эти вопросы. То есть не его заместители, а именно главные. Он подписывал этот распорядок, он считает, что хоть и подписал этот распорядок дня. Правда, это не он там исполняющий обязанности был. Сколько, мы сказали, 20 в настоящее время? 22 человека содержалось на прошлой неделе. Что это за люди? Граждане каких? Это граждане абсолютно разных стран. То есть, как я говорил, это часть из них после колонии, а часть это те, кто приехали на территорию России, например, но просрочили даже на один день порядок пребывания, пришли в УВМ продлить, еще что-то, ну, оформить документы, но опоздали на один, на два, их тоже туда помещали. А их тут под белые рученьки? Да, 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 сразу туда. Были случаи даже, что из ЗАГС забирали, потому что человек, ну, не успевал жениться. Засветился туда. Да, пришел с документами, его оттуда же и вывезли. То есть их статус-кво сейчас, российского гражданства, какой-то прописки, регистрации у них в настоящее время нет. У них только паспорта тех, собственно, стран, где они появились. Если интересно, то из Азербайджана пять человек, из Кыргызстана один человек, из Таджикистана два человека, Туркмения, Грузия и лица Украины, Узбекистан и лица без гражданства. Ну, все, братья, по бывшим союзным республикам. Да, это все прижние зарубежные. Вот МВД, например, ну, вот опять же, возвращаясь к передачам, да, то есть МВД придумало свои требования к передачам санитарные и разрешили только предъявлять фрукты и овощи до полкилограмма, в том числе арбузы и дыни. То есть люди там сидят, смеются, как, где вы видели арбузы и дыни, полкилограмма. А кусочек нельзя, потому что целиком. Это антисанитария, да. Вот, где вы видели арбуз полкилограмма, то есть это только-только, который взращивается, то есть это абсурд какой-то. Вот и только вот эти жалобы были или еще что-то? В основном эти жалобы. Я сразу тоже хочу пояснить, что все-таки, да, основные жалобы были, вот мы выделили как бы два момента. Это запрет предоставления свиданий и ограничение пользования телефонными переговорами. А по телефонным переговорам сразу... По времени ограничения по... Значит, по тем же типовым вот этим правилам предоставляется, как бы без ограничения времени, вернее, запрещено во время сна пользоваться, во время исполнения... Это после 23, да, там, отбой в 23 часа до 7. Во время исполнения гигиенических процедур, во время приема пищи. Ну, вот практически. И, ну, я так думаю, что вот предоставление время отдыха, это вот, то есть получается по графику, они пользуются в течение двух с половиной часов. Каждый день. Но проблема в том, да, что эти два с половиной часа идут сразу. Вот если бы было, например, ну, люди... Ну, то есть я как понял, что с 15 или с 15. То есть я как понял, что с утра, например, и час после обеда, им было бы так лучше. Потому что сейчас неудобно. Просто вот два с половиной часа получается, сейчас это с 15 до половины часа, да, до 17-30. То есть вот таким блоком в то время, когда... Да, сразу. Но люди хотят, чтобы было в разное время, потому что у кого-то дети в школе, то есть кто-то работает, разные часовые пояса, надо понимать, что люди из других стран. Из других стран, да. Да, то есть разные часовые пояса. И люди говорят тоже, что вот сделайте нам хотя бы час, там, в первой половине дня, час, во второй половине дня, чтобы всегда можно было позвонить. Ну, это вопросы чисто технические, тактические, я думаю, что все равно, да, надо. Ну, это вопрос решать, но... В принципе, для у кого-то без разницы. Раньше, как я скажу, как я пришел, им вообще не предоставлялись. Был составлен график, когда люди пользовались в течение 20 минут раз в месяц. Вот такое было. Ну, это был 15-й год, это они подчинялись ФМС еще. Да, когда ФМС был. Вот сейчас этот вопрос решен. Я так думаю, что здесь проблемы особо нет. Уважаемые коллеги, на телефонной связи у нас сейчас супруга одного из граждан, который находится как раз в центре временного содержания. Мы сейчас с ней пообщаемся, вы тоже можете вопросы задавать, то есть все участвуем в разговоре. Светлана Витальевна, добрый день. Добрый день. Добрый день, спасибо, что вышли на связь. Мы договорились, что не будем называть имени и фамилии вашего супруга, который там находится. Пожалуйста, расскажите именно его историю, как он там очутился, участвовала ли он в голодовке. У вас дети, насколько я понимаю, есть, да? Да. Сколько детей у вас? Трое. Трое. Гражданином какой страны является ваш муж? Муж гражданин Азербайджана. Азербайджана. Как он там очутился? Ну, он осозлился из мест решения свободы, и его встретил ФМС. То есть, то, о чем говорил Артур, да? Ну, вот, человек освобождается, выходит за порог, его тут же схватывают сотрудники ФМС и вывозят. Светлана Анатольевна, сколько там он уже находится? Месяц сегодня ровно. Сегодня ровно месяц. Ровно месяц. То, о чем мы вот уже говорили сейчас в эфире, ограничения по передачам, ограничения по общению с родными, это все в вашем случае наблюдается? Ну, сейчас, как бы, свидания предоставляют, но по 15 минут, конечно, очень мало. Вот у меня маленький ребенок, ему 2 года, 15 минут для него это вообще очень мало. И, как бы, вести до 12 тоже, конечно, очень время такое очень неудобное. Вот, например, я работаю, мне приходится тогда, как бы, уходить с работы, и выходные, и выходные нельзя, и свидания, и не передачи даже, как бы. Только в простой день, получается, рабочий споддельник по пятницу с 10 до 12. Так, ну, мы сразу же перевернем, да? То есть, один из критических моментов сразу обращаем в предложение, то есть, подумать над временем свидания, да, вы предлагаете? Да, очень, конечно, даже, что очень неудобно, понимаете, они еще находятся в конце города, это надо, вот, только дорога занимает, практически, если ехать на автобусе, это как минимум час от меня ехать от дома. На такси в среднем тоже занимает, я помню, как бы, 35 минут 40. Нас как, вы ежедневно с супругом общаетесь по телефону? Да. Он вам на что конкретно жаловался в эти дни? Ну, раньше то, что вот свидания идти не предоставляли, как бы, потому что вот ему сейчас депортация грозит на 8 лет, и, соответственно, что, как бы, он хотел видаться с детьми. Видаться с детьми, а этой возможности сейчас нету, ну, только кратковременные свидания, конечно, да? Ну, кратковременные, да, на 15, как бы, минуту, ну, тоже, конечно, я все понимаю, конечно, это тоже хорошо, но, представьте, вот, маленьким ребенком, вот, два года, он меня очень тяжело переносит дорогу, вот, мы едем, он весь, извините меня, а, как бы, его тошнит, и вот на 15 минут, то, что мне приехать, его передать, и все, и он обратно, как бы, ехать. А начальник как-нибудь обосновал то, что время именно 15 минут, а не 2 часа? Как положено? Ну, как бы, нет ничего, пока не говорит тут. То есть, вас ставят перед фактом, вот, смотрите, у вас 15 минут, не минуты и больше, укладываетесь в это время, и все? Так получается? Я, опять же, говорю, что это вот именно проблема, да, да, это я вступил, это проблема пробелов правового регулирования, и, как я уже, вот, говорил в начале нашей передачи, то, что каждый трактует по-своему, и опереться на что-то нельзя, кроме здравого смысла. Вот мы, как правозащитники, вот именно пока оперируем здравым смыслом, ну, если человек приехал из района с малолетними детьми, ну, 15 минут, ну, о чем, о чем разговор? А еще подскажите, пожалуйста, вот он, соответственно, когда вы приезжаете на свидание, там много людей хотят получить свидание в это время, или вы одна? Ну, вот, у меня был один случай, как бы, один раз только предоставили за месяц свидание, мы приезжали, вот, передо мной была женщина, она зашла, просто передала сумки, потом вот зашли мы, мы побили, вот, 15 минут, и после, вот, я вышла, мы стояли через окно, мы просто общались с мужем, еще минут 40 на улице, вот, я с маленьким ребенком, взрослым ребенком, и вот, за это время, было только два человека, вот, женщина и, там, девушка. Ну, то есть, очереди, как и кого, и нету, то есть. То есть, даже если всем бы по полчаса даже предоставили, то, соответственно, все бы уложились в график, который два часа, которые предоставили. Ну, конечно, потому что это именно та категория людей, которые, ну, объективно не имеют здесь, вот, действительно, родственников, поэтому, к таким исключениям. Не так много людей приезжает. Не так много, поэтому действительно надо проходить. Но, я еще раз говорю, это проблема правового регулирования, я соответствующие письма написал, и, пользуясь, как бы, своими полномочиями и компетенцией, тоже буду обращаться вновь уже на федеральный уровень для того, чтобы более четко прописать вот эти правила, чтобы у нас права граждан, как содержащихся, так и тех людей, которые являются их близкими, родственными, не нарушались. Савна Витальевна, скажите, пожалуйста, про отказ от приема пищи ваш муж участвовал в этом? Известно вам? Ну, как бы, он не афишировал мне вот этот... Но он говорил, что вот есть протестное настроение, и мы откажемся от приема пищи. Было такое, да? Артур, сейчас голодовка прекращена, да? Да, сейчас прекращена, потому что разрешили хотя бы вот эти вот 15 минут, и люди, в принципе, чуть-чуть успокоились. Но это все равно ненормально, потому что, если Александр Евгеньевич говорит о том, что нет нормативов, то если в расписании прописано 2 часа, то, соответственно, 2 часа и должны предоставляться. Я понимаю, что время может быть ограничено, если будет очередь какая-то. Ну, соответственно, пришло 2 человека, каждый там по часу. И тут проблема даже не столько в правовом регулировании, сколько в нехватке сотрудников, потому что они не могут обеспечить безопасность. Там работает очень мало сотрудников полиции, и они даже вынуждены водить на обед по 3 человека. То есть выделенный, например, час распорядком дня на обед, они не успевают всех вывести. Когда будет прописано в нормативных актах, тогда можно говорить и об увеличении штатной численности. Согласны с вами? Ну, это конечно. Еще вопрос у меня с Толмина Витальевна. Поделитесь, пожалуйста, еще этой личной информацией. У вас сколько детей с мужем? Трое. Трое. А по возрасту? 15, 5 и 2 года. Ага. И вот о перспективах, как вы их видите, в любом случае тут исход-то только один. Это депортация, да, насколько я понимаю? Только так. Ну, на самом деле можно это обжаловать через суд. Или можно это обжаловать через суд? И депортация. Я уже просто везде писала. И в нашей администрации, и Путину, и везде как бы... А вы о чем писали-то? Вот именно наставили на том, что у вас... Ну, что бы да, вот как бы да, вот ему оно верю. Так что трое детей, я ехаю туда-нибудь в другую. У меня дети все больные. Как бы у него отшелся. Мы сделали операцию на четвертые сутки. Он наблюдается у кардиолога. Этот каждый-то три месяца. Средний сын у него, эти приступы, мы тоже наблюдаем все здесь, как бы этот. И у старшего сына у него тоже, как бы, ну небольшой, тоже шум у сердца. Я не могу езжать просто из России, потому что мы наблюдаем все здесь. У мужа стал жить негде. У него двухкомнатная квартира, где живут родители инвалиды. Плюс находится сестра старшая еще. И представьте, как бы, куда я приеду с детьми, с больными. Тем более, у них там все платные, все. И там просто даже жить негде. В общем, будущее довольно туманно, да? Если вы останетесь без мужа, если его депортируют. Конечно. Да, у меня так, если даже 15 лет, сами понимаете, сейчас такой возраст подростковый самый тяжелый. И плюс у меня больные дети, я не могу просто физически, мне тяжело одной их воспитывать. Как материальные, как вот физические на самом деле. Тем более, три мальчика. Три сына. Вы знаете, сейчас чисто по-человечески очень тяжело, конечно, и подобрать какие-то слова поддержки. Но это как-то глупо звучит, конечно. Но в любом случае, вот с нами все-таки представители, занимающиеся правами человека. И я уверен, что то, что от них зависит, они делают. В данной ситуации можно только через суд пытаться обжаловать решение нежелательности. Светлана Витальевна, вы напомните, обжаловал ваш супруг? Потому что мы разъясняли ему вот возможность обжалования. Да, да, мы обжаловали. Да, да, да. Я вот, насколько помню, мой представитель встречался, что он обжалован. Поэтому ждем решения суда. Ну, будем надеяться, посмотрим как. Хотя... Спасибо, Светлана Витальевна. Судебная практика. Координаты у нас взаимно есть, и присутствующих в студии наших специалистов тоже есть. Так что до связи, что называется. Спасибо большое. Так, давайте на рекламу сейчас уйдем. Прошу прощения нашего звуко-режиссера, немножко задержались. Давайте рекламу. Так, буквально шесть минут у нас остается. Александр Панов, уполномоченный по правам человека в нашем регионе, и Артур Абашев, член общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Еще раз напоминаю, что центр содержания иностранных граждан в нашем городе, он находится в системе УМВД. И логично было бы здесь тоже в процессе нашего разговора услышать комментарии представителям полиции. Но, к сожалению, в прямом эфире или в записи мы это сделать не сможем. Но вот зато наша коллега, наш редактор Анна Лапшина пообщалась в минувшую пятницу с руководителем пресс-службы УМВД по Кировской области. Сергеем Баранцевым, прям по пунктам Анна расписала. Шесть пунктов, да? Давайте мы прочитаем. Наши специалисты озвучили. Задержанные содержатся в помещениях по 2-3 человека. В каждом есть душ, туалет и телевизор с возможностью смотреть 20 спутниковых каналов, слушать 3 радиопрограммы. Время посещения душа не регламентируется. По пунктам будем комментировать. Во-первых, далеко не в каждой камере имеется телевизор. Ну, то есть их на самом деле камер намного больше, чем телевизоров. Поэтому были жалобы на то, что людей содержат без телевизоров, и, соответственно, они не могут не слушать радио. Камеры не оборудованы радиоточкой, хотя это предусмотрено законодательством. Вот сейчас Артур говорит, камеры-камеры люди, чтобы вы понимали, это бывший детский сад. Но он полностью переделан, там теперь железные двери, там от садика остались только стены. По крайней мере, все те требования по соблюдению гигиенического состояния, они действительно соблюдены. Там есть и горячая вода, и отопление. Вот давайте сейчас про мочалку. Про мочалку, да. Значит, Сергей Павлович нам объясняет. Мочалки забирают, чтобы не расплели, не использовали как веревки потом, чтобы с собой ничего не сделали. Это очень странный пункт, то, что они так делают. Потому что, опять же, по нормативным документам... Ну, это, простите, какая-то зоновская. Ну, то есть, если они будут говорить о том, что это опасно, еще что-то... Даже, кстати, на зонах, да, могут пользоваться мочалками. То есть, если они будут говорить о том, что это опасно, так тогда они по закону должны прикрепить всю мебель к полу. Потому что табуреткой можно тоже по голове дать, и намного опаснее, чем мочалка. А если люди боятся, что кто-то совершит суицид, то, соответственно, они могут использовать для этого кучу других вещей. Не буду озвучивать в эфире. Ну, понятно. Пуля дырочку найдет, как говорят. То есть, кто желает, тот делает. Раскоплен отзыв все-таки плохо относятся к пулу. Да, да, закончу второй абзац с той же целью станки на руки. Ну, бритвенные станки выдаются только, чтобы побриться. По 6 станков в месяц для мужчин. По станкам не поступало, то есть они понимают, то есть мочалка нужна, чтобы каждый раз мыться, да, то есть они, ну, а их выдают раз в неделю. По станкам у меня были жалобы. Были жалобы, да, то есть поэтому как бы. Уже Николай сказал, может быть, действительно утром и вечером. Утром и вечером некоторым людям, да. Время прогулок, значит, оно сокращается, пишет Сергей Павлович, по инициативе, сообщает нам, по инициативе задержанных им холодно или дождь. Артур говорит, что нет навеса и скамейки, действительно гулять неудобно. Ну, на самом деле, если люди жалуются о том, что их сокращают, то, соответственно, это не по их инициативе происходит. Я опять же возвращаюсь к тому, о чем я говорил. То есть мало сотрудников, сотрудники сами боятся за свою безопасность, и поэтому выводят покамерно на прогулки. Это по сколько человек? То есть это, ну, выводят по 3,6 максимум человек, потому что иначе, если их собрать всех вместе, то сотрудники боятся этого. Сотрудники боятся, содержащихся много. Слушай, если боишься своей работы, лучше там не работаем. Ну, я тоже так думаю, но вот сам факт. Ну, не знаю, насколько они боятся или не боятся. А на прогулке выделен час. Это может быть, кто Артуру сказал, что они боятся? Это может быть его такое мнение, что они боятся? Просто пример. Когда они подчинялись ФМС, выводили всех на обед, всех вместе. А сейчас выводят покамерно. И чем это обосновано? Ну, хорошо. Мы не утверждаем. И они не укладываются даже в час, который выделен на питание. Мы не утверждаем, Артур высказывает свое предположение. Да, вот предположение. Я говорю, что предположение, поэтому там никто не скажет, что он боится своей работы. Ну, конечно, сотрудник полиции никогда не признается открыто, что он боится своей работы. Опять же, я как юрист, опять же, мы приходим к недостатку правового регулирования. То есть это не прописано просто? Не прописано. И поэтому каждый трактует по-своему. Поэтому мы, как правозащитники, конечно, должны стоять на все-таки разумных позициях. Но для того, чтобы убедить и для того, чтобы дать возможность, например, прокуратуре применить акты прокурорского реагирования, надо, чтобы они все основывались на нормативных документах. А когда в прогулочном дворике даже нет скамейки и навеса, я не два года утверждаю это о том, что у них нет средств на это. Это как бы смешно. Ну, мы тут уже... Может, к общественникам обратиться. У нас же есть студии, которые построят скамеечку, навесик сделают просто так и... Дальше о передачах. Передачи разрешены, но скоропортищиеся не берут. Как и в больнице, ссылка. После этой истории и проверки прокуратуры задержанным разрешили кратковременное свидание с родами по 15-20 минут в момент передачи. Дополнительные продукты покупать или заказывать сами задержанные не могут. Условную пиццу им не принесут, только передачи. Не знаю, где они в больнице видели по скоропортищейся. Обычно просто передаю из рук руки пакет, и никто не досматривал это. Ну, правилами это сопрещено. Может быть, но закрывают глаза. Да, никто никогда не досматривает. Ну, там, если разве что больной на специальном режиме не ходит, сказал, что да, действительно просматривает. Так, про телефоны давайте еще и... И последнее. Жалобы на ограничение пользования мобильной связи. Разрешено 2 часа с 15 до 17.30. Ну, это мы уже обсудили. Смартфоны запрещены, только кнопочные телефоны. Их приносят родные, или если есть симка, просят у коллег по несчастью телефон. Ну, это мы, в принципе, уже обсуждали. Ну, я еще могу дополнить, да, Николай, что не у каждого есть сотовые телефоны. И поэтому вот в предыдущей нашей части я говорил, что мы обращались. В том числе мы как бы рекомендовали предусмотреть возможность использования стационарных телефонов. Тех, у кого нет. Ну, это тоже вопрос не решен. Ну, проводные, как мы их называем. Да, да, да. Стационарные проводные. По большому счету ведь есть оборудованные телефоны, стационарные связи в здании. Да, но только мобильную связь. И когда мы говорим, а как будет человек звонить, у которого нет мобильных телефонов? Именно кнопочного телефона. Пусть просит у другого. Я думаю, это тоже не совсем правильно. Но если учесть, что в камерах содержится по 2-3 человека, соответственно, бывает необычного просить. Непонятно, почему такое ограничение. Опять остались пока без разрешения. Так, меньше минуты у нас четко. Вы будете держать эту ситуацию на контроле. Еще визит будет в ближайшее время Артур, чтобы посмотреть, что изменилось. Александр Георгиевич тоже каждый, чтобы высказать. Да, я планирую, потому что непонятно, откуда взяты эти 15 минут, на каком основании. И с этим я буду тоже разбираться. Это ненормально. Александр Георгиевич, ваши шаги, ваши действия. Как я уже сказал, мы уже непосредственно обратились по вот этой ситуации, которая была и по выявленным, по нашему мнению, нарушениям и недостаткам. И в прокуратуру Октябрьского района, на территории которого он находится. И непосредственно к начальнику ОМВД. Ну и на данный момент хочу сказать, что я буквально перед эфиром связывался с начальником. Там были, с помощью общественников и наших, были заменены, в том числе и постельное белье, и матрасы. У них тоже были написаны заявления в прокуратуру и в ОМВД о том, что начальник не соответствует своей должности. Чтобы они рассмотрели вопрос. Это вопрос, который... О несоответствии занимаемой должности начальником учреждения. Хорошо, мы тоже будем следить за тем, как события идут. Спасибо большое, Александр Панов, уполномоченный по правам человека в Кировской области. Я Артур Абашев, член общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Первый час мужского понедельника на этом завершен. Далее новости, тематические программы. И с новой темой мы с Николаем уже через 20 минут вернемся. Продолжение следует...